Друзья, приветствую! Евгений из Екатеринбурга прислал посылку с образцами масла Селения. Это Pura Digitec Energy 030, масло по оси C2, фиатовский допуск и вот такая канистра. Разработано масло Петроносом. Видите, для мопара, значок мопара. И используется в Alfa Romeo Stilvio 2-литровый турбо, 280 сил. Видите, описание. Так, давайте две баночки. Сейчас создам эталон, подписал их, обновлю спектр, посмотрим, что намерит прибор. Покажет, что-то не покажет. И можно будет уже сохранить, проверять отработку. Вот такой спектр. Да, есть какая-то вот ступенечка, видите там, где эстеры обычно. Сейчас увеличу этот фрагмент. И здесь видно два характерных пика, то есть присутствуют эстеры в каком-то минимальном количестве. И похоже, на самом деле, вторая полочка это салицилаты. Так, далее. Сохраняю и посмотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок такой жирный уровень, 99 процентов. И кислотное и щелочное. Кислотное 1,83, а щелочное 6,5. Сам производитель заявляет 8. Ну, как раз эта разница ГОСТа в полтора, то есть здесь 6,5. По ГОСТу для свежего 8. Напомню, что прибор коррелируют с ГОСТом для отработки. Этот ГОСТ дает небольшое занижение на свежем. Так, значит, как я сказал уже, это Alfa Romeo, двухлитровый турбо. К сожалению, индекса мотора нет. 280 сил. Достаточно мощный. 140 сил с литра. 60 тысяч пробег. Пробег на масле 5 тысяч километров. Значит, это 150 моточасов. И средняя скорость, соответственно, 33,3. Достаточно высокая тоже скорость. Так, ну и смотрите, прибор намерил. Противоизносных присадок 64 процента. Но часто я замечаю, что на турбо, как бы, побольше износ противоизносных. Так, ГЛИКОЛЕ-3, скорее всего, используется какой-то сотый бензин, мне кажется. Ну, все остальные параметры в норме. Единственное, здесь такой, я бы, наверное, сказал, что выше среднего сажа, пять сотых, возможно. Ну, не совсем идеальные, например, свечи там или, ну или, не знаю, по городу сильно зажигает машина. 2,5 у нас кислотная и 4,4 щелочное. Так, 2,5 у нас получается эта разница где-то 0,7. Ну, в принципе, нормально, да, показатель. И 4,4. Ну, запас еще есть. Давайте посмотрим, что произошло с вязкостью данного образца за 150 моточасов. Ну и далее посмотрим прогноз по ресурсу. Да, есть небольшое разжижение, 21 процент из 100, то есть нормально. Ну, учитывая скорость, в общем-то, все в норме. Немножко, немножко попадает, на мой взгляд, топливо, масло, но ничего критичного, то есть все в норме. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления. И сейчас покажу, что получилось по, значит, прогнозу. Вот такой прогноз 8400 мощи нейтрализующие свойства в километражах, 253 моточаса. По нейтрованию вообще все нормально, ну, как я часто говорю, что между 500 и 400, вообще нормальный показатель для бензинового мотора. Ну, и вязкость, видите. Что здесь можно сказать? Достаточно быстро сработалось, но у Евгении отмечено, что режим работы тяжелый, динамичная езда, скорее всего, большой расход топлива, большая термонагрузка, все-таки мощный мотор. Вот, и это повлияло. Я думаю, что это масло в каком-нибудь атмосфернике со спокойной ездой, наверное, продержится получше, значительно получше, чем 300 моточасов. Вот мое такое мнение. То есть, здесь термически очень нагружено, турбина сильно нагружает масло. Вот, ну и очень важно, вот, именно даже обороты, вот, влияют режим езды. То есть, если вы гоняете, носитесь, то с вероятностью, большей вероятностью масло у вас прослужит меньше, чем в спокойном режиме. Вот, это связано и со смеси образованием. Вот я читал статью где-то. Значит, оксиды нитрования связаны напрямую со смеси образованием. Причем интересный момент отмечен. В инжекторных моторах с нитрованием, образованием оксидов азота борется не в процессе сгорания, а задача бороться с ними у катализатора. То есть, грубо говоря, это как ворота на выход. Главное, что выходит из трубы. Вот, а что остается в моторе, и как оно там происходит, это уже такое десятый. А у дизелей, наоборот, значит, этот процесс можно регулировать смеси образованием, там, разными впрысками, тактами, там, впрыска, разложить их на несколько частей. И поэтому образование вот этих нитрования, как бы, в дизелях намного меньше образуется. Вот интересный такой подход. Ну, вот такое получилось масло. Такой тест получился, извините, масло. Ну, неплохое масло. Ну, вот, видимо, тоже такие здесь условия достаточно такие непростые для масла в данном автомобиле. Тем не менее, там 8000 даже в этих условиях масло выдерживает, и я считаю, что это неплохой результат. Пишите, что думаете. Благодарю Евгения за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!